привет друзья добрый вечер как меня слышно видно пожалуйста поставьте плюсики ребята меня слышно меня видно строчат ничего пока не вижу так ну жду ответ от вас слышно хорошо так я поздравляю вас с китайским новым годом я знаю что новый год у китайцев 18 февраля но они празднуют до 2 марта поэтому я вас решила поздравить с китайским новым годом тем более что 18 год это год желтой собаки и и очень символично мы сегодня такой праздничный вебинар проводим традиционно для тех кто не знает я представлюсь меня зовут инна пунегова я являюсь спикером компании вирекс вирекс это мульти криптовалютная платформа которая позволяет хранить криптовалюту приумножить ее и выгодно обменять них внутренний торговый обмен сделан внедрён не так давно плюс ко всему очень интересно у них есть внутренняя социальная сеть очень удобно общаться со своими партнерами еще сегодня первый день весны да слышно хорошо поняла сегодня первый день весны 1 марта правда очень холодно у нас минус 20 не знаю как у вас если вы помните на руси до пятнадцатого века как раз 1 марта встречали новый год начинались сельскохозяйственные работы но у нас до сельскохозяйственных работ в таком климате далеко поэтому мы говорим про новый год и так вот желтой собаки год желтой собаки у нас год желтой собаки у нас давайте поговорим об этой собаки и вообще об этом меме да мы поговорим сегодня о монете доги коин которая есть в кошельке вирекс как вообще пошло то что вообще как появилась эта монета и с чего все началось началось все с так называемого интернет мема ну самая популярная категория мемов в интернете это картинки с умилительными животными очень многие там самые популярные это котики всякие разные да но и собаки теперь тоже в конце тринадцатого года в тренде оказалась вот такая вот собачка я тут вам привела некоторые примеры значит это собака японской породы шаба ину или саба ину есть такое как типа кукольное представление как маппет шоу да и в далеком-далеком каком-то там году на одном из этих кукольных представлений одна из кукол назвала другую куклу неправильно по-английски по-английски собака это док а она назвала дож додж что из себя представляет мем мем это такая картинка которая как правило фотошопится в программе adobe photoshop ну или в других редакторах и вот эти картинки как правило они такие позитивные они что-то несут какой-то очень хороший добрый посыл и вот эта вот собачка желтая сибуину она вошла в тренд вот впервые вот в 2005 году как бы появилось такое наименование дочь а 28 октября 2010 года появилась такая картинка она представлена у вас на презентации скажите мне видно презентацию картинка где которая переводится как ржу не могу до коликов посмотрите на эту псинку и и эта собака стала настолько популярна ну а тренд основной задала одна японка 50-летняя которая является воспитательница детского сада она в социальной сети трамбл выложила фотографию своей собаки где она ее гладит и был приложен аудиофайл аудиофайл с такими на фразами значит если вы видите собаку то вы можете если вы обнять собаку покормить собаку да это стало толчком подхватили социальные сети и reddit и другие англоязычные сети и когда мем дошел до россии вконтакте стали распространять этот мем видите тут и владимир владимирович собачкой называть ее стали до ге типа до ге ну как к т да до ге вот такая же такой шуточный мем появился в интернете а что касается самой монеты то 8 декабря 2013 года появилась сама шуточная монета это первая в мире криптовалюта основанная на интернет меме ее сделали ради шутки но уже через год капитализация достигла 60 миллионов долларов и она обратила на себя внимание было время когда капитализация доходила и до 2 миллиардов долларов но сейчас она немножечко откатилась назад монета имеет определенную волатильность и она зависит от определенных событий о которых мы поговорим чуть позже видно хорошо видно хорошо я на этом слайде показала вам скрин с известного сайта статистического который показывает все токены которые залистились на биржах в данный момент додж коин или доги коин монета занимает 31 место в коин маркет кэпе и входит в топ-100 криптовалют ее капитализация 700 миллионов долларов и цена 0 6 цента но был такой момент когда она доходила но стоило больше цент сейчас у меня немножко слайд подзагрузится я хочу сказать что в отличие от других монет но вот если сравнивать с биткоином то додж коин это как раз такая криптовалюта которая имеет отличную репутацию она не связана ни с какими финансовыми аферами эта криптовалюта должна была быть ближе к людям по своей сути по стоимости ну выходила она как шуточная да но сейчас мы разберем вот эти события которые в итоге сделали ее такой народной монетой из малая маленькая монетка но она привлекает и до недавнего времени опять стали о ней говорить видите милое изображение рыжего пса с удивленными глазами согласно ожиданиям располагала все больше и больше людей неофициальное название этой монеты детские деньги так вот она выглядит на изображениях монет значит официальный сайт dotgecoin.com первоначально предполагалось что эмиссия будет 100 миллиардов монет но в связи с очень высокой популярностью и популярность это очень высока в корее и японии было принято решение каждый год увеличивать искусственно увеличивать инфляцию то есть эмиссию добавлять на 5 процентов к общему объему на сегодняшний момент количество монет в обороте 113 миллиардов это мы тоже можем увидеть по coin market cap получается что каждый год прибавляется 5 миллиардов токенов этой монеты вот хорошо это или плохо смотря с какой стороны посмотреть вот это искусственная инфляция она с одной стороны но не позволяется не вырасти потому что как мы знаем когда растет спрос предложение эластично то цена на монету растет здесь задумка такая чтобы это была такая разменная копеечка которая была очень очень доступна людям для микротранзакций но тем не менее майнинг предполагает proof of work то есть сложность майнинга возрастает со временем и мы посмотрим в будущем как это отразится на цене монеты что касается их сайта что касается их сайта на сайте есть как бы такой light кошелек light wallet но если вы захотите майнить dodge coin то не пользуйтесь этим кошельком он не подразумевает закачку блокчейна туда нужно пользоваться отдельным клиентом как можно получить монетки dodge coin через майнинг он очень прост и легок и он не требует новорожденных процессоров там оборудование его легко майнить очень много кранов по этой монете и наверное самое большое количество кранов это именно по дуги коинам также вы можете приумножить ваши монеты этим занимается я знаю молодежь я не занимаюсь они занимаются биржевым арбитражом то есть они покупают монетки на одной бирже перепродают на другой но и также не забываем у нас есть замечательная платформа вирекс которая тоже имеет эту монету внутри платформы и внутри вирекса есть такие инвестиционные счета которые позволяют приумножить ваши монеты и в том числе dodge coin не вижу я слайд сейчас он подзагрузится пока пойдем дальше может быть у вас какие то есть по ходу вопросы я их могу читать потому что очень медленно загружается у меня слайды так да вот на этом слайде я вам пыталась показать но у меня не получилось в полной мере монета очень популярна она торгуется по моему на всех биржах кроме бинанса а 199 бирж включают в листинг свой эту монету и я вот тут вот выложила даже скрины первые ну то есть самые известные биржи битрикс все полоникс все все биржи включают и вот я стрелочка показалось что 199 бирж работают с монетой ноги коин странно что бинанс не работает очень жалко на самом деле потому что я пользуюсь бинансом мне нравится эта биржа и за счет того что монета очень дешевая быстро ходит и очень дешевые транзакции можно было бы пересылать на биржу именно dodge coin денежку я сейчас пересылаю лайткоинами но вот можно было бы доджами кстати по поводу кошелька леджер вот это такой кошелек о нем можно спорить но тем не менее он имеет свою репутацию и имя и он не включает абы какие монеты и то что он включил в конце шестнадцатого года монету dodge это о чем то говорит о чем то говорит мы чуть попозже посмотрим я знаю одно что комьюнити такое криптовалютное разделено очень такие именитые трейдеры они с пренебрежением относятся к этой монете потому что на самом деле она технологической основы в себе не имеет это просто шуточная монета которая очень сильно поддержала сообщество но тем не менее dodge можно считать что это форк биткоина потому что монета это доги она была основана на монете лаки coin которая в свою очередь основана на форке биткоина лайткоин а лайткоин основан на открытом на коде биткоина алгоритм по сути скопирован и когда растет биткоин растет и dodge когда биткоин падает при этом очень интересное такое замечание если проследить то цена сильно не проседает то есть она имеет такую особенность стабилизироваться посмотрите внимательно вот на этот график который показывает изменения курса можно наблюдать определенную цикличность и на этой цикличности люди некоторые зарабатывают что это за цикличность на самом деле вот эти всплески они коррелируют с датами которые анонсирует сообщество dodge дело в том что комьюнити очень доброжелательное очень много дел разных добрых делает и есть какие-то анонсы о их благотворительности так вот когда собираются деньги на тот или иной проект то цена этой монеты возрастает и некоторые игроки пользуются этим несмотря на то что в принципе монетка имеет копеечную стоимость на это можно заработать потому что смотрите сильная просадка была в сентябре семнадцатого года и как за несколько месяцев в январе она выросла эта монета то есть в принципе несмотря на ее стоимость любой мог позволить в отличие от биткоина который очень дорогой на доджи можно было вот так вот сыграть и подзаработать она выросла в десять раз по моему значит единица доги коина и особенность ее купить вы можете любую сумму а не доги обменять для обмена вам нужно тысячи монет ну тысячи монет доги если умножить на 0,006 доллара то это 6 долларов еще интересен такой момент 1 обозначение 1 монета это 1 доги коин если 0,001 монета это цента доги коин если 2,01 это мили доги коин 5,01 это микро доги коин а вот 7,01 монетка ну вот эта копеечка которая вообще практически близится к нулю по стоимости она просто названа в честь одного из создателей этой монеты это Маркус вот на фотографии значит как я уже сказала это комьюнити доги это сообщество очень доброжелательных людей вообще комьюнити отличается своей сплоченностью оно очень очень сильно следит за репутацией этой монеты они занимаются добрыми делами и очень часто дарят монетки друг другу то есть несколько лет назад была такая система сейчас я ее не нашла но монета имела репутацию определенную то есть вместо лайка можно было получить несколько доги за тот или иной пост там или высказывание какое-то за статью или за фотографию еще интересный такой момент что несколько лет назад произошел взлом кошелька доджи и было украдено 12 тысяч долларов в переводе так вот комьюнити со временем восстановила все вот эти украденные деньги и компенсировала людям потери что тоже очень приятно и смотрите тут вот немножко поговорим о благотворительности какие были интересные акции по благотворительности было собрано 30 тысяч долларов на программу dog for kids и деньги шли в фонд с этого фонда были куплены щенки для деток которые страдали от различных заболеваний потом была акция dodge for water это доги для воды 20 тысяч долларов собрали для снабжения южной кении чистой водой очень интересно финансирование бобслиистов с ямайки для олимпиады которая проходила в сочи я тут картинку внизу прикрепила я даже вам хочу немножко зачитать я нашла на ресурсе я обозначила на каком вот что ямайская команда по бобслию уже успела прославиться в 88 году когда впервые выступала на зимней олимпиаде тогда обошлось без сборов денег по интернету но кстати интернета тогда не было но вообще-то ямайский бобслиист это звучит не вполне правдоподобно и вызывает улыбку через пять лет на студии дисней сняли фильм cool runnings повествующий об истории команды и он принес ей еще большую популярность в этот раз от участия в зимней олимпиаде ямайских спортсменов отделяли 80 тысяч долларов столько не хватало на снаряжение тренировки перелет и прочие расходы сообщество dodge coin так прониклась идеей что с легкостью собрало значительную часть суммы 30 тысяч долларов и в первые 12 часов пожертвования шли настолько успешно что курс dodge coin временно поднялся вдвое вот об этих циклах я и говорю что когда проходит акция тогда курс возрастает это можно взять кому-то на заметку может быть этим воспользоваться еще интересная реклама и реклама здесь ключевое слово потому что один из основателей этой монеты ведущий маркетолог компании Adobe и комьюнити придумала как порекламировать монетку через спонсорство гонщика NASCAR для него собрали 55 тысяч долларов машина украсила такое изображение то есть комьюнити очень сплоченная но нужно отдать должное что сейчас это полностью децентрализованное сообщество и в принципе ну это люди волонтеры которые уделяют свободное время этому проекту монета сейчас децентрализованная но когда-то был dot coin foundation так называемый вообще монетку в качестве шутки изобрел и придумал как раз вот этот Джексон Палмер который является являлся ведущим маркетологом в компании Adobe и в то время в своем аккаунте в твиттере он разместил такую фразу инвестирую в dot coin это станет следующим хитом после того как он приобрел домен dot coin.com с ним связался Билли Маркус которого мы видели уже на фотографии программист из Портланда он как раз интересовался криптовалютами и хотел придумать свою монету а вот как раз Джексон Палмер вот этой шуточной монетой он хотел показать обществу насколько абсурдным выглядели огромные инвестиции в такие нестабильные активы как криптовалюты он вообще отличается едкими замечаниями в криптомире мне он не очень симпатичен честно говоря в пятнадцатом году Палмер и Маркус поссорились они не сошлись во мнениях и Палмер вышел из команды однако само сообщество комьюнити не бросила dot coin и вопреки ожиданиям продолжила развивать криптомем самостоятельно поэтому и говорим что технологичной такой основы у монеты нет но как-то весь мир поддержал эту эстафету и посмотрите на графику в общем то рост цены показывает что монета имеет волатильность и рост привожу в качестве примера одно из высказываний Палмера по поводу доджкоина я доверяю разработчикам доджкоин которые поддерживают работоспособность монеты и ее безопасное использование но сам факт что пародийная криптовалюта не выпускавший обновлений более двух лет имеет рыночную капитализацию выше 1 миллиарда долларов многое говорит о текущем состоянии индустрии но он говорил в момент когда капитализация дошла до 1 миллиарда сейчас она чуть чуть ниже откатилась но тем не менее и он все время такие вот едкие замечания вставляет еще одна его фраза Палмер привел известную поговорку которая принадлежит маклером с Волл-стрит есть такая поговорка когда даже ваш водитель настоятельно советует купить те или иные акции то вам их следует срочно продавать однако все было бы неплохо если бы я не следила активно за выступлениями Виталика Бутерина основателя эфириум мы о нем уже говорили на прошлых вебинарах и вот весной 17-го года Виталика спросили из зала какие бы он 3 криптовалюты видел бы в подфеле инвестора там человек спрашивал так что наверное одна из валют это Zcash а какие еще 2 и Виталик недолго думал он сказал 100% в доушкоин почему смотрите обратите внимание на новость которая вышла на фортлоге это известный канал в криптовалютном мире с которого тоже можно черпать новости фортлог 19 февраля 18-го года значит пишет такую статью в эфириуме в эфириуме вообще есть проблема масштабируемости мы об этом говорили так вот разработчики решения по масштабированию сетей для размещения смарт-контрактов протестировали так называемый мост ДОК эфириум ДОК и эфириум вместе и отправлены были первые монеты ДОДЖ в тестовую сеть и обратно подробности этой транзакции они разместили на гитхабе идея про то чтобы разгрузить блокчейн эфириума и про то чтобы создать какую-то такую боковую цепь сайтчейн она уже давно с 15-го года Виталиком озвучивалась и вот читаем статью тогда дальше да я хочу вам ее зачитать несколько лет назад дизайнеры эфириум фоундейшн Алекс Вандерсанде и группа разработчиков создали баунти программу для тех кто сможет осуществить ДОДЖ транзакцию в блокчейн эфириум и обратно средства 372 эфира были заморожены в соответствии со смарт-контрактом который высвобождает их только при условии что 5 разработчиков подпишут транзакцию с помощью своих приватных ключей однако никто так и не получил вознаграждение поскольку вычисления необходимые для осуществления транзакции в ДОДж-эквиваленте оказались чрезмерно дорогими миллион долларов в эфире тогда и зародилась идея Трубит офчейн протокола позволяющего третьим сторонам выполнять и валидировать сложные вычисления вне блокчейна тем самым разгружая ноды сейчас же разработчики Трубит как никогда близко подошли к выполнению поставленной в баунти подачи историю которой Вандерсанде рассказал в серии твитов вот это очень интересная идея с внедрением доджа и как раз тот факт что монета дешевая быстрая и как раз нелимитируемая то есть у нее нет ограниченной эмиссии она и позволяет это делать и Виталик вот поэтому на нее обратил внимание дальше читаем тем не менее представитель эфириума фундейшн оценил проделанную работу лишь в 25% от совокупной суммы вознаграждения поскольку весь процесс предстоит воспроизвести в оригинальной сети потому что сделали они это в тестовой сети однако по мнению основателя проекта Джейсона Тойча успешное тестирование моста доказало что компоненты протокола Трубит работают исправно как утверждают разработчики технологий когда протокол будет внедрен в основной блокчейн эфириум это позволит дешево осуществлять вычисление любого уровня сложности но как я уже сказала Виталик Бутерин еще с 15-го года в 15-м году предложил внедрить Доджкоин в смарт-контракты эфириум через боковую цепь через сайтчейн мне кажется это очень интересная новость и надо за этим проследить вот подведем небольшие итоги какие есть преимущества у этой монеты ну во-первых получилось так хоть это была и монета шутка но она по сути стала доступной сетевой платежной системой в плане безопасности у нее все в порядке она подходит для микроплатежей удобно передавать маленькие суммы потому что комиссия не превышает двух Доджи даже для самых крупных сумм то есть любую сумму самую крупную вы переводите и у вас комиссия копеечная близка к нулю эту валюту можно использовать как транзитную валюту в связи с этим например между биржами переправлять преимущество как раз низкая комиссия и высокая скорость транзакции также она анонимна децентрализованна отсутствуют проблемы с масштабируемостью она имеет торговую ликвидность как мы уже заметили сколько бирж ее с ней работают да она имеет составляющую как спекулятивность то есть тоже волатильность она от этого тоже в общем-то зависит вот эту цикличность которая связана с какими-то анонсами благотворительных акций тем не менее это надежный актив который проверен временем и перспективы по вот этому мосту дочь эфириум они очень интересны и мне кажется ну эта монета на мой взгляд то есть конечно не стоит покупать там 25 процентов от вашего крипто портфеля тратить на доги коин но какую-то сумму может быть держать и почему бы нет это недорого опять-таки она позволяет для новичков попробовать что такое криптомир криптовалюты и для например студентов у которых не так много возможностей да потому что дешевизна на монеты множество кранов легкий майнинг и психологический фактор что вы владеете целыми числами монеты то есть десятки сотни или тысячи или даже миллионы это как-то психологически вы более выигрышно чем если вы владеете там 0 какой-нибудь биткойн вот ну и способ применения добрые дела это плюс 100 к вашей карме то есть это всегда хорошо какие минусы обмен вот есть ограничение на обмен это тысяча долгов потом минус в том что конечно нет сильной команды волонтеры занимаются проектом и нет в основе технологии но там на самом деле вот проблема которая связана с внедрением доги в эфириум завязана на то что доги написано на скрипте вот и там видимо какие-то проблемы с кодом ну то есть они думают это именно дело программистов да так что я вам хочу пожелать в этот праздничный день день нового года или день первый день весны желаю вам всем стать миллионерами вместе с дочь потому что давайте посмотрим тысячи монет дочь если умножить на 0 2 0 6 доллара это 6 тысяч долларов то есть в принципе это доступно это не какие-то такие сверхъестественные деньги ну а компания вирекс помогает приумножать нам монеты и это и делаем да вместе с этой компанией сейчас время вопросов и ответов так что если у вас есть какие-то вопросы задавайте из-за вбрасывания дополнительных монет планируется ли рост цены на эти монетки нет наоборот обратная реакция если ты увеличиваешь supply предложение то как раз это увеличение искусственной инфляции она держит цену на низком уровне просто с другой стороны сложность майнинга она со временем увеличивается потому что алгоритм ну консенсус это proof of work и посмотрим что будет дальше то есть на данный момент майнинг легкий но если со временем так оно и пойдет то майнинг будет усложняться количество монет будет уменьшаться в предложении а если например спрос на монету будет возрастать то возможно возможно и цена на монету увеличится но это прогнозируемая цена а мы еще говорим о цикличности определенной да что даже с таким большим предложением монет на рынок можно наблюдать вот эти циклы на которых ну просто надо мониторить события эти благотворительные акции и можно купить какое-то количество монет перед этой акцией да посмотреть просто какие анонсы там в ближайшее время там будут и на пиковой цене продать вот так вот зарабатывают у меня знакомые ребята точно зарабатывают имеет ли смысл купить доги coin если не пользуясь транзитом но вы знаете я думаю что там тысяч на 10 рублей можно купить эти доги coin и посмотреть что с ними будет все-таки Виталик Бутерин умный парень и я всегда очень внимательно слежу за его анонсами несмотря на то что очень большое количество людей несерьезно относятся к этой монете мне лично интересно к чему приведет вот такое такая интеграция доджа в блокчейн эфириум причем там интересно что что поскольку это не стопроцентная интеграция это просто будет боковая сеть как бы мостик то риски у комьюнити доги не связаны с рисками по блокчейну эфириума никак вебинар про краны ребят я кранами не занимаюсь но поскольку очень много вопросов по поводу кранов если вы проскролите чат наверх вот этот наш чат вебинарный то вы увидите я выложила документ я недавно создала google документ куда буду выкладывать стоящие краны которые мне будут рекомендовать люди вот один из кранов агрегаторов я как раз рекламировала на своих ресурсах дело в том что краны они подразумевают обычно ну решить какую-то игру копчу или там еще что-то там сделать просмотреть да ролик но есть такой сайт coin pro который является просто агрегатором за то что вы туда заходите и регистрируетесь если вы туда заходите раз в 10 дней то вам начисляются монетки плюс там есть реферальная программа поэтому этот сайт мы просматривали он очень-очень популярен и совершенно нормально работает у них и вывод и все и они работают с 13 года поэтому вот когда я вижу такие положительные отзывы о каких-то ресурсах поскольку есть спрос я решила сделать просто google документы буду туда выкладывать то что люди рекомендуют сама я экранами не пользуюсь так всем привет я очень рекомендую эту монету для транзита например вам надо что-то проплатить криптой и в допустимом списке есть доги намного выгоднее чем битки эфиры и так далее транзакции копеечные очень быстро проходят скорость транзакции у доги слушайте ну очень быстро я не знаю буквально вот может быть в секундах там я не засекала там ну минуты может быть не знаю очень быстро и транзакции мало информации по мало информации по мало информации по доги можно ли провести занятия а что вы хотите узнать по доги сергей тут это не технологичная монета они это у нас сегодня такой очень легкий вебинар были у нас вебинары и высокой сложности когда касались мы разбирали когда технические моменты как устроен блокчейн смарт-контракты и так далее а это не технологичная монета поэтому о ней говорить особо нечего пока мы просто смотрим за ней да но тот момент я говорю то что леджер включил все-таки на свой кошелек и тот момент что 199 бирж практически 200 бирж включили эту монету это говорит о себе монета входит в топ 100 криптовалют это хорошо монеты у вирекса есть да у вирекса есть монета до джи коин или доги коины по разному называют значит еще были вопросы у вас касаемо смарт-контрактов да чтобы мы разобрали я не знаю давайте классический я заберу задам вопрос о какой монете в следующий раз мы с вами поговорим вот мое личное предложение давайте рассмотрим с вами монету NEM и таким образом мы убьем двух зайцев поговорим и о новой монете которая есть в кошельке вирексы кстати которая очень классная и перспективная и вернемся к вопросу о смарт-контрактах можно подробнее про транзит но смотрите если вы пользуетесь биржами то есть вы хотите купить ту или иную монету даже если вы не трейдер да и вы знаете что у вас там например есть регистрация там на двух биржах вы хотите переправить монеты с одной биржи на другой ну вот вам это выгодно стратегически вы просто меняете определенную сумму на доги и доги переправляете на другую биржу там вы их опять продаете за битки например и покупаете то что вам нужно фишка в том вот смотрите тут такой момент буквально недавно мы с вами говорили про биткоин и в тот момент когда мы говорили про биткоин еще пока так повсеместно да не реализовывался сегвет в плане сети молний лайтнинг буквально за последние полтора месяца стал реализовываться сегвет и очень сильно разгрузилась сеть и поэтому скорость транзакции в сети биткоина увеличилась и таких сильных задержек вроде как нет и он в принципе тоже ну мы уже не ждем там днями а это исчисляется какими-то минутами ну или максимум там часом но тем не менее когда переводишь большую сумму все таки хочется чтобы вот ты кликнул и она отразилась у тебя прямо сейчас на кошельке поэтому выбираем всегда для перевода легкие монеты как вот я говорила я пользуюсь например ну пользовалась лайткоином он очень тоже с маленькой комиссии быстро достаточно летает и переводила например на тут же бинанс лайткоины ну вот жалко что на бинансе нет этого доджа если был бы додж в листинге конечно можно было бы тогда переводить доджами не проблема студию кран хорошо ну вот гугл документ вверху чата есть я спрошу у людей сейчас мне наверняка будет очень много писать рекомендовать какие-то краны я обязательно включу в этот документ доступ я сделала всем у кого есть ссылка краны нем так вот валентина берет инициативу на себя по поводу кранов человек разбирается ну что ребят какую монетку мы будем рассматривать в следующий раз все согласны про нем посмотрим монета очень хорошая диджи байт понимаете понимаете диджи байт она не стоит в списке переводов очередных монет эта монета она рассчитана для розничной торговли тоже она легкая подразумевает быстрые быстрые транзакции но подобные монеты ну я не знаю на мой взгляд например монета дэш да если ее смотреть она в себе несет конечно технологическую составляющую но она как бы несет в себе многофункциональность то есть она решает вопрос со скоростью транзакций то же самое она решает вопрос с проблемой governance которая есть в сети участников сети да то есть там сложные тоже хорошая очень монета только что она дорогая уже сама по стоимости про диджи байт ничего плохого не могу сказать но она не стоит в списке такое таких острых тем потому что вот например если сравнивать диджи байт и нэм почему я выбираю нэм потому что ее сейчас вы покупать на перспективное на ней можно заработать или приумножить свои сбережения хорошо но нам реально крутая монета я очень хочу о ней вам рассказать вы подумайте значит так же в нашем чате как традиционно я выложила мониторинг ваших мнений если у вас вопросов сейчас нет возможно они появятся чуть позже вы можете их там в этой анкетке мне написать я их обязательно просматриваю и какие-то моменты я включаю в свои вебинары кроме того по воскресным дням есть возможность прийти ко мне в мою личную вебинарную комнату и поговорить о криптовалюте формат встреч кофе брейк даже для тех людей кого я не знаю потому что многие обращаются с вопросом ну так условно скажем с глупыми вопросами люди интересуются очень темой криптовалют информации очень много самим не разобраться и некоторые моменты стесняются прояснять поэтому очень много разных людей добавляется я очень гутаперчиво подстраиваюсь и под новичков для тех кто в теме уже давно и мы говорим со всеми на одном языке на какой кошелек форк начислять будут форк какой форк который сейчас мы ждем кло или какой-то другой форк пройти как пройти на кофе брейк вы посмотрите пожалуйста мою вот онлайн визитку у меня есть телеграм-канал это основной ресурс ну и на странице вконтакте тоже я даю анонсы сегодня будет анонс с ссылкой на вебинарную комнату там очень хорошая комната в том плане что не только я буду говорить а все остальные молчать там у каждого есть возможность взять микрофон и мы изначально когда задумывался вот этот кофе брейк он задумывался у меня очень спонтанно в один момент стало звонить очень много людей одновременно с вопросами о криптовалютах и я ну как бы делала перерыв на кофе да и назвала этот формат кофе брейком но со временем скайп стал неудобен потому что много звонков и неудобно всех подключать было да а чат и скайпа взламываются то есть это не надежный инструмент поэтому я выбрала вебинарную комнату которая позволяет и меня видеть с камерой или видеть другого любого участника дать микрофон любому показать презентацию или демонстрацию экрана сделать кстати в это воскресенье я пригласила очень интересного гостя очень рекомендую прийти пообщаться пусть это для вас будет сюрпризом но обязательно обязательно приходите очень интересная будет у нас там встреча доги и эфир слушайте да в конце восемнадцатого года будет форк доги и будут начисляться монеты один к одному обычно форки начисляются на все некоммерческие кошельки в этом плане рекомендую то всегда когда вы видите какие-то анонсы форков вот эти монеты которые предполагается что их форкнут вы их закачиваете на некоммерческие кошельки выводите их с бирж вот например нам предстоит форк эфириум классик да можно конечно эфириум классик хранить и на бирже но лучше его вывести на родной кошелек и вам начислиться монетки также я думаю из доги можно скачать вот этот лайт кошелек это десктопная версия очень легкая скачайте какое-то количество монет пусть у вас болтаются на этом кошельке по поводу эфира я сказала эфириум классик конечно покупайте вообще разработчики давали анонс что возможно это будет и не 5 марта а раньше предположительно 2 там номер блока надо смотреть на воскресенье ссылочка ребят ссылочку смотрите ну давайте сейчас я попробую скинуть ссылку на мой канал в телеграме это канал не чат это просто информативный ресурс которым я пользуюсь для оповещения моей аудитории по каким-то мероприятиям и событиям в воскресенье восемнадцать ноль ноль мы обычно все собираемся вот мой канал смотрите сегодня у меня уже в расписании забито будет анонс и будет дана ссылка на вебинарную комнату я ответила на вопрос Ирина так кто-то еще что-то пишет поэтому я немножко что еще хочу сказать обычно спрашивают записи вебинаров записи вебинаров я теперь не выкладываю в общий доступ они есть только в гугл классе в закрытой группе тоже у меня можно запросить будет чтобы попасть туда в этот гугл класс либо компания вирекс создала такое подразделение векотч есть группа вконтакте и там тоже есть запись вебинаров не было Виктория не было анонса о том что биржа бинанс будет начислять коалиста поэтому лучше с бинансом выводить монетки в гугл класс присылайте мне в личку вашу почту гугл я в ответ вам высылаю приглашение и код доступа там просто создала такое место которое позволяет для вашего удобства в общем то которое позволяет находить все материалы обучающие в одном месте и когда идут какие-то новости в новостной ленте то я их обязательно дублирую например под тематическим вебинаром или под тематической темой таким образом вы очень быстро можете найти события касающиеся той или иной монеты то есть вообще там есть возможность и обратной связи то есть вы можете в принципе мне за вопросы задавать но как пара практика показывает вопросы мне задают лично на встречах там это просто такое информационное пространство для вашего ну и для моего удобства тоже потому что я тоже этим пользуюсь когда мне нужно что-то там посмотреть быстро найти какую валюту начинать инвестировать новичку ну скажем так смотрите как составить крипто портфель инвестора крипто портфель подразумевает обязательно диверсификацию вам нужно определиться с тем какая сумма у вас для этого портфеля есть базовые монеты которые должны обязательно присутствовать в этом портфеле в какой пропорции в соотношении это наверное уже вопрос индивидуальной консультации но чтобы вам дать зацепку мы неоднократно говорили о том что биткоин это первая очередная монета которая уже оставляет такую функцию как платежное средство и больше называют его цифровым золотом как актив сбережений конечно биткоин он будет расти в цене несмотря на события новостные он должен по идее расти в цене мне кажется это искусственное сдерживание оно когда-нибудь все равно закончится потому что на новостных событиях новички боятся сбрасывают биткоины а очень крупные инвесторы кто-то же его скупает правильно его скупают и мы рассматривали в прошлый раз о том что выходила новость о том что страны большой семерки G7 будут вводить ряд криптовалют ведущих в свои резервные фонды это тоже о многом говорит поэтому мы точно так же можем часть своих сбережений хранить в биткоине хранить в эфириуме но кроме биткоина эфириума это все-таки монеты и дорогие и если биткоин это поколение 1 эфириум поколение 2 то есть уже поколение 3 монет которые очень-очень перспективны такие монеты я говорила уже об этом присмотритесь к такой монете как ада на блокчейне кардана за ней стоит чарльз хоскинсон он же и стоит за в общем-то один из его же команда стоит за эфириум классик потом надо смотреть монеты которые стоят дешево но которые действительно имеют сильную команду разработчиков может быть существенные инвестиции чтобы у них были ну вот знаете как вот например корпорации вот этого хоскинсона а и очки у них целая лаборатория есть институт они свои исследования выкладывают в публичный доступ каждую неделю и можно видеть какие исследования они проводят у него очень большое сообщество именно ученых вот в этой сфере и он со своей монетой ада ну там настолько сложная архитектура и такая крутая монета будет а сейчас она стоит 0,3 доллара в принципе можно ее купить дифференцировать таким образом есть ряд монет которые просто новичок может загуглить какие-то хорошие каналы где ведущие трейдеры и аналитики рассказывают про предполагаемый рост ведь анализ есть фундаментальный по новостям по экономическим каким-то составляющим а есть анализ технического плана по графикам и человек может даже в техническом анализе дать очень-очень точный прогноз есть ряд монет которые дадут рост по вот этому графику это такие монеты как трон стратис страт мы говорили о рипле за рипл это не криптовалюта это цифровой актив но за этой монетой стоят определенные силы которые ее определенным образом пиарят и рипл тоже может дать рост но там есть свои сложности поэтому эта монета не каждому подходит смотрите монеты которые стоят меньше доллара присмотритесь к таким монетам как qsp rdn вообще любые монеты любые разработки которые идут уже на блокчейне эфириума то есть смотрите эфириум это такая многослойная платформа которая является не только платежным средством но и позволяет организовывать на своей платформе децентрализованные приложения и реализовывать идею смарт-контрактов эти смарт-контракты что подразумевают общение узлов друг с другом чтобы был осуществлен смарт-контракт нужно чтобы компьютер взял информацию достоверного характера о том что событие произошло компьютер же не понимает речь ему нужно откуда-то брать и вот процесс взаимодействия этих узлов и процесс достоверности информации он тоже должен по идее чем-то проверяться не кем-то и чем-то кому мы доверяем а тоже какой-то независимой например платформы или приложением и вот существуют сейчас направления в плане аудита смарт-контрактов ну каких-то вот таких технических особенностей и вот если покопать это направление то можно найти монеты которые в которых опять-таки никто вам этого не гарантирует но вы можете просмотрев информацию понять что некоторые монеты имеют очень большой потенциал и часть монет можно рассматривать просто вот в этом потенциале на долгосрок прикупить их определенное количество за сегодняшнюю низкую цену и они через год через два наверняка дадут свой эффект но если у вас в портфеле идет ряд монет то и вы дифференцируете риски то даже если какая-то из монет у вас не выстреливает у вас обязательно выстрелит что-нибудь другое ну кроме того забыла сказать совсем вот тот же лайткоин который форк биткоина который в общем-то и есть биткоин только который в себе несет вот это эту идею лайтнинг да то есть быстрых транзакций он сейчас стоит порядка 200 долларов ну вот к бабке не ходи он будет стоить 500 ребят поэтому ну если вот это это совсем вот так гарантированно да тут нету вот иксов там икс 10 икс 15 ну вот так чтоб немножко подзаработать вот лайткоин это еще вопросы есть я ответила по моему а ну кстати говорили про нем и я не сказала и вообще знаете я хочу вам что сказать если мы смотрим на кошелек кабинет вирекс значит во вкладке мои проекты если вы проскролите ниже там видны те блокчейн кошельки которые находятся у компании в разработке так вот я хочу отдать должное этой компании команде у них великолепная подборка монет я буквально не согласна может быть там с двумя-тремя позициями ну как не согласна не то еще я не согласна ну вот я бы на них там не делала бы акцент а так подборка очень хорошая можно ориентироваться новичку как раз на на вирекс это прекрасный сервис который новичку позволяет ну кто такой новичок это скорее всего человек который не может торговать трейдить на бирже да который просто заинтересовался криптовалютой понимает что наверное это один из способов как минимум сбережения своих средств а то и при умножении и который просто хочет в этом разбираться и прикупать монетки на долгосрок на средний срок на долгосрок вопрос всегда встает где их хранить то есть этот вопрос актуален вообще-то для всех да как так вот безопасно хранить монеты платформа предлагает вам такой сервис вы можете единожды сделать пройти все ступени безопасности сделать двухфакторную аутентификацию скачать резервные коды сделать хороший надежный пароль да и покупать монетки на кошелек если вы их держите в любом случае на долгосрок в верксе есть замечательные инвестиционные счета куда вы можете положить ту или иную монету под определенные условия причем у каждой монеты свои условия разные проценты разный срок если вы очень сильно опасаетесь чего-то вы можете выбрать самый быстрый тариф он порядка 90-100 дней и уже с понедельника ближайшего вы будете выводить эти монеты вместе с телом обратно к себе на кошелек платформа прекрасная интуитивно разработана под самого-самого новичка там очень все легко да мы ориентировались с монетами на вирекс ну да на долгосрок можно взять вейвс те же самые да вот платформа саша иванова которая представляет из себя и лайт кошелек и децентрализованную биржу самая основная особенность почему саша в общем так приобрел известность с этим продуктом эта платформа позволяет выпускать собственные ассеты вы знаете что некоторые известные люди выпускают свои монеты вот николас кейдж выпустил монету кейдж там она по-моему как-то называется она не сильно известная не котируется есть монета там трамп путин там еще что-то вот борис акимов со своей лавка лавка выпустил недавно и биокоин монета его бизнеса и монету как бы собственного имени я хочу сказать что любой человек на платформе вейвс может выпустить свою монету но этого мало для того чтобы она пользовалась большой поддержкой у сообщества и росла в цене мало иметь эту монету нужно иметь идею технологию ну сильная комьюнити которая это поддерживает потребителя изначального и так далее так далее так далее это сложный процесс но в целом если следить за вейвс какие там перспективы дорожную карту какие-то контракты они сейчас заключают очень перспективный токен но на долгосрок не на ближайшее время много говорят про монету Павла Дурова что скажете но я скажу что это будет бомба мы ее все очень ждем мы вернемся обязательно к этому разговору в середине марта хотя может быть в середине марта вы вернетесь а я нет я возможно буду отсутствовать в поездке но тем не менее конечно что касается монеты грамм и вот этого тон телеграмма это классная монета это будет вы знаете что состоялся пресейл в котором участвовали очень-очень крупные инвесторы причем была такая информация что со стороны России миллионеры хотели поучаствовать в пресейле и вход для российских инвесторов был ограничен из-за большого их числа сейчас на данный момент сервис мессенджера телеграмм он совершенно не монетизирован но он имеет огромные возможности и он будет монетизирован когда выйдет монета телеграмма предполагается что у каждого пользователя аккаунта будет кошелек возможно я думаю что 100% начислиться каждому пользователю какие-то бонусные баунти монетки монета приобретет бешеную популярность потому что если посмотреть на число пользователей телеграмм то есть есть уже очень 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 сильное сообщество да кроме того вот ту дорожную карту которую анонсируют 17 марта или вот в этих числах будем смотреть внимательно следить за анонсом у Дурова будет еще определенный период времени который а у него очень большие возможности он может нанять кого угодно лучших разработчиков да и соответствовать этой дорожной карте ну это в плане страховки и безопасности я говорю и реализовать идею идея очень очень интересная в плане архитектуры самого блокчейна то есть смотрите сейчас самая быстрая платежная система это виза виза обрабатывает транзакцию которая занимает 4 секунды но при каких-то очень сильных таких задачах это даже может быть и быстрее и обрабатывает огромное количество транзакций в секунду то он будет этому соответствовать или даже опережать там архитектура блокчейна такова что блокчейн может делиться на несколько частей для того чтобы была вот эта вот очень быстрая передача транзакций ну об этом конечно это не тема сегодняшнего разговора я подумаю может действительно уделить этому внимание там надо на картинках показывать но тема интересная единственное что Дуров я его очень уважаю он очень интересный молодой человек даже если посмотреть как он отстаивал свою позицию в контакте ну в основном спор я так поняла происходил ну не касаемо денег еще вот такой политической его позиции чтобы не монетизировать контакт да он ушел и сделал телеграмм и затраты по обеспечению этого мессенджера очень-очень велики шифрование на высоком уровне этим шифрованием и конечно ну интересуются и спецслужбы там есть такая функция чтобы ни у кого не было возможности просмотреть разговор то есть приватная достаточно такая сеть что еще интересно Дуров он в общем-то отстаивает вот эти моменты децентрализации и такого ухода от надзора большого брата но чисто по-человечески возникает вопрос сможет ли он выдержать этот прессинг со стороны сильных мира сего и это будет действительно такая народная монета или же это и есть тот самый цифровой доллар который возможно будет реализован не в рипле а вот в этой монете то есть вопросов много на самом деле и вопрос разного характера мне очень интересно и техническая часть и и политическая и маркетинговая и юзерская то есть есть о чем поговорить еще я вижу что то пишите поэтому жду так ну если вопросов больше нет друзья тогда я с вами заканчиваю наверное разговор да или кто то что то пишет ну давайте еще подожду минуточку спасибо да пожалуйста пожалуйста друзья приходите каждый четверг в 20.00 по москве я вас жду на наших вебинарах где мы от встречи к встрече разбираем монетки которые находятся в кошельке вирекс и для того чтобы вы имели представление не только о инвестиционной привлекательности этих крипто монет этих токенов а разбирая монеты мы ведь говорим какие то фамилии какие то какие то события и таким образом вы постепенно погружаетесь вот в этот вот очень интересный крипто мир который на самом деле очень маленький это комьюнити так кажется что оно большое если сравнить даже долю рынка крипто рынка по сравнению с фиатным рынком это очень очень маленький рынок но он имеет в себе огромные перспективы большой потенциал это безумно интересно поэтому я вас всех очень жду приглашаю на свои вебинары а вам всего доброго до свидания приходите